Доклад, пленарный доклад, это член-корреспондент РАН Борис Митрофанович Величковский и член Европейской Академии. Доклад называется «Тренды и перспективы когнитивных исследований». Пожалуйста, Борис Митрофанович. Дорогие коллеги, дамы и господа, я надеюсь, что вы видите мой экран. Что-то я сейчас... Все видно, все видно. Видно, видно, все видно. Я сейчас пытаюсь включить полную экранную презентацию. Очень интересные доклады сегодня с утра. Я, вы знаете, у меня будут какие-то небольшие исторические аналогии. Я просто поражен, насколько доклад, некоторые части доклада Виталия Дворича напоминают письмо ляднице принцу Евгению Савойскому. О том, что небольшие средства позволят группе энтузиастов за несколько лет создать некое устройство, которое он называет универсальной характеристикой. В общем, с элементами человеческого разума. Ну, в общем, это достаточно долгая история. Я еще один такой момент, мне кажется, важно здесь сразу упомянуть, что создание когнитивного подхода и в ранее ее форме гешталь-психологами и потом, собственно, Наумом Хомским уже в поздние 50-е годы, были связаны с кантианским подходом, с представлением о том, что не все знание берется, так сказать, из чувств, да, что есть оплевные формы знания по канту, и они как раз существенны для нашего интеллекта, прежде всего. Ну, я должен прочитать вам лекцию про тренды и перспективы когнитивных исследований. И должен сказать, что такую же лекцию я читал на самой первой когнитивной конференции в Казани в 2004 году. И я там отметил, что судьба когнитивного пуллинга, так сказать, того времени уже были сотни, тысячи исследований в рамках данного подхода, будет состоять в возможности практического использования. И это, в общем, по-прежнему, может быть, главный тренд, что все наши исследования должны как-то впечатываться и входить в рамки решения каких-то важных для общества задач. Иначе, возможно, разумное и длительное финансирование таких исследований. Второй важный тренд – это, ну, как вы все видите уже тоже по сегодняшнему утру, что когнитивные исследования должны становиться все более и более связаны с медописиологическими работами. И третий возможный тренд, но только возможный, это глубокое обучение, о котором много говорят в последние годы. Но пудинг глубокого обучения мы с вами еще должны попробовать, потому что в самом деле, то есть, то, что мы видим и слышим, ну, например, в системах ответа Сбербанка, это просто чудовищный какой-то уровень. Тут что-то нужно предпринять, чтобы не позорить самую идею. Итак, два главных тренда – это практические работы, прикладные работы и нейрофизиология. И вот, вы знаете, у нас сейчас 2020 год, я вернулся на 60 лет назад к нашим учителям, и думаю, что тот тренд был полностью здесь не более, чем сегодня присутствует. До этого я сказал, может быть, вы не слышали, что есть же априорные формы знаний с как раз отрицанием стимульного и активного подхода. И начался комплективный подход в 20 веке, например, в гештальпсихологии и в работах наума Чомского или Хомского, как хотите, понимаете, это был явно пятианский подход, который подчеркнул значение априорных врожденных формах знаний. Поэтому у меня у самого было пять студентов, слепых, двух и немых, и более замечательных, глубоких вопросов на задаваемые, ответов на задаваемые вопросы. Когда в жизни больше ни в каком университете, кроме этих давних лет московских государственных университет, я не слышал. Поэтому вот эта вот возможность, которая как-то и до сих пор не очень нами учитывается. Но я сказал, что до первой самой конференции по когнитивной науке в 2004 году в Казани, я сказал о важности прикладных исследований, о том, что все большее влияние имеет нейрофизиологические данные. Это, собственно, картина уже не меняется в течение десятилетия, если столетия. Вот если обратиться к 60-70-м годам 20-го лета, то классики, которые были нашими учителями, Лурия, Бернштейн, Леонтьев в какой-то степени, Евгений Николаевич Соколов, конечно, они не мыслили исследований памяти, интеллекта, речи, без учета массивного использования нейрофизиологических данных. В случае Бернштейна и в какой-то степени в случае работ другого нашего соотечественника, Павла Ивановича Яковлева. Это был такой замечательный, выдающийся русско-американский невролог, который создал тройственную теорию о революции мозга. Он выделял не только неокортекс, но и палеокортексы, архикортексы, гердейшу корову, который относится к гипотам, в частности, который изучил эти вертикальные связи анатомически. Ну и в частности, открыл феномен Яковлева винта, да, довольно парадоксального превышения объема нейронов и величины права кронтополярной области перед левой кронтополярной областью. Но мы знаем, что язык находится в левом повышении, но парадоксального министерства, что вот почему-то, так сказать, эта деференция специфики человека, она не сказывается в области фронтополярных частей мозга, и правой части оказывается больше. Значит, я думаю, что такой же интерес и попытка связать феноменологические данные, извините, у меня что-то тут выскочило. Так, сейчас я беру участников, которые я тоже вижу. Борис Иванович, а можно просто демонстрацию слайдов, так вот, по весь экран сделать и все? Вот я пытаюсь это сделать. А это по слайду, Борис Иванович, вот вверху. Вот, 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 вот смотрите. Если мы еще на 60 лет спустимся назад, то мы увидим выдающуюся прияду исследователей вокруг Германа фон Геренгольца, возможно, крупнейшего физика 19-го века. И вы знаете, в какой-то исторический момент его ассистентами в Геренгольцбетском университете был Генгольцбет и Бергенглунд, который потом создал научную психологию в Лейпсиде. И когда Геренгольцбет уже, так сказать, в качестве патриарха психологии начал препятствовать публикации, первым публикациям экспериментальным по памяти Германа Эбенгольца, он считал, что память слишком сложна, чтобы ее можно было изучать экспериментально, то Генгольц еще успел создать первый психологический рунал в мире, царь шутил психологию, для того, чтобы и Бергенгольц обуглевал там свои рабы. Многое завязано, но судьба самого Генгольца интересным образом была связана с судьбой выдающегося великого лингийства Генгельма Гумбольда, который в качестве крупного троцкого чиновника освободил молодого Генгольца от военной службы. Генгольц скончал военно-троцкую военно-медицинскую академию, должен был в течение всей жизни быть военным врачом. Гуффер Гумбольд увидел небольшой прибор, созданный Генгольцем для исследования глазного дна, практическое предложение, и сразу освободил его для будущей великой научной карьеры. Но скажем немного о перспективах. Я выбрал четыре перспективы, которые имели какое-то отношение в прошедшие годы. Но первая из этих перспектив, она связана с тем, что мы занимаемся с вами в последние месяцы, мы общаемся, используя различные технические средства. Первая, сама проблема общения с помощью технических средств была, как-то весь рост, поставлена вот этим человеком. Дональд Громбан был человеком, который объединил, как бы, Кемридж и Оксар. Кемридж, он был директором Applied Psychology Unit, а Оксар где он был профессором. И вот он мне рассказывал, что вообще он пришел к идее заняться психологией в 1940 году, во время битвы над Англией, над Ла-Маншем, когда сотни пилотов, иногда, на десятки, по крайней мере, что-то друг другу говорили на английском и немецком языке, и все это было давно в волне. И было очень трудно понять, кому кто-то кричит, если шли прямо на твоем хвосте. И поэтому вот эта проблема внимания и коммуникации стала центральной, он ее создал для Роббанка, от этого выросла огромная куст исследований в области памяти и внимания, и коммуникации, в котором я сам присоединился довольно поздно, в начале 90-х годов, в разных технических проектов. В Германии был проект «Искусственные ситуативные коммуникаторы». Это первый, по-моему, проект, где человек должен был давать какие-то инструкции роботу. Ну, должны было создавать, складывать из неких, так сказать, разровненных частей, такой самолет по типу Пу-2, WD. И вот, сейчас, это целый куст технических направлений, которые по-разному называются, есть там международные конференции, сотни исследователей работают в этой технической области, иногда, называется, когнитив интерфейс технологии, иногда компьютер-саппорт, копирейтинг-борк. Вот, ну, мой эксплуат связан с тем, что я предложил, и, в общем, это впервые было создано, использовать i-трекинг, анализировать движение глаз во время коммуникации. И, вот, такой поздний вариант таких устройств с изучением нейрофизиологических процессов, в данном случае, и где, вот, показан на этом снимке, это работы Сергея Георгиевича Шишкина в Курчатовском институте, вы видите, здесь инструкция дается и голосом, и движением глаз, и смысл этих движений, он декодируется с помощью анализа онлайн ЭЭД. Вот открытие, основное, по-моему, этой линии нашей работы, связано с тем, что случайные фиксации, мы не делаем, там, 200 тысяч фиксаций каждый день нашей жизни, и произвольные фиксации, когда мы хотим нажать на какую-то кнопку и добиться какого-то результата, они отличаются. И вот, если ранее, вот, в частности, у наших ранних исследований использовался некий критический порог, 500 миллисекунд, то, на самом деле, ВЭД уже примерно через 200-250 миллисекунд, вот это есть волна негативности, вообще, когда была известна как И-волна, Экспертинси, как волна ожидания, то есть произвольные фиксации, большинство фиксаций непроизвольные, мы просто смотрим на картину, а вот произвольные фиксации, когда мы хотим еще использовать глаз как третью уроку, они связаны с тем, что мы ждем с самого начала, начиная такую фиксацию, некого результата, то есть, и они имеют цель, и цель описывает параметры тех изменений, которые должны возникнуть в результате дополнения этого действия. Должен сказать, что эта область, которая продолжает развиваться, где, в частности, используется алгоритм глубокого обучения, пока не удается сделать на работу таких инструментов коммуникации, полностью онлайн, решение для меня не позволяет. Но есть некоторые проблемы, которые будут как-то занесны в воздухе. 10 ножек, мы провели эксперимент, в котором попытались попросить даймеры, местные автомобильные первые. Я думал... Так... Мы показывали аватаров, многие, некоторые из вас видели уже эту презентацию, повторяю, это довольно старая работа. Ну, вот, представляете, что выходит аватар, некий аватар, и в одном случае он смотрит прямо в глаза человека, и имеет место контакт глаза в глаза, а в другом случае он смотрит на кого-то в стороне от вас. Оказывается, это выглядит совершенно разным ответом мозга, и в первом случае активируется. Ловные доли, эволюционные доли, многое в эволюции человека, то в втором случае все активации связаны с задними отделами мозга, с процессами локализации. А где же локализован в моем окружении находится тот человек или тот персонаж, да, который вот, который приветствует эту аватар? Ну, вот эта вот проблема, проблема в глаза, она центральная, я думаю, для человека подобных форм коммуникации, она не решается, если наша коммуникация вот так безумие строится по типу Talking Heads. Вторая проблема состоит в том, что мы вообще должны претендовать на создание структур гиперкоммуникации, используя современные формы визуализации, мы могли бы показать участникам общения, техническую общение, технических средств, как, например, сложный объект, ну, не ебут или там автомобили, или корабля, или самолета, который конструируется в этой группе, увидим другим человеком. Вот это очень серьезная проблема, например, в медицине, потому что, там, до 40% диагностических оценок, например, в американской медицине, с помощью самых современных томографических средств, оказывается, ошибочно, и было бы очень важно показать каждому из участников общения, как другой визуализ, допустим, видит одно и то же сложное медицинское изображение. Вот эти вот возможности, они были ясны уже ряд лет назад, но до сих пор никак не используются. Поехали дальше. Это первая перспектива, перспектива практически очень важная, особенно в это время тотальная изоляция и общение с помощью различных технических средств. Вы знаете, вот, если этот пример, ну, и это перспектива, ему всего лишь несколько десятилетий, это середина 20 века и наш век, то другая перспектива, о которой я хочу сказать, она едва ли не самая древняя, когнитивная, так сказать, исследована. Это проблема, которая была центральной аж для Аристотеля и в книге о душе он рассуждает о том, какой же материальный орган связан с душой, да где находится душа. И, по его мнению, это должен быть какой-то неправный орган тела, жизнь которого примерно совпадает с динамикой наших чувств. И, по его мнению, это сердце, да, вот. Ну, Аристотель, это 4 век до нашей эры, к 17 веку стало ясно, что сердце – это насос, и этот орган стали искать где-то в мозге. Ну, вот, по мнению Декарта, да, который, как вы знаете, сам проводил некие анатомические опыты после сражений в 30-летней войне, он был офицером Баларской армии, католической армии. Вот, по его мнению, этот орган – это шишкалитная железа, корпус кимиали, кими, вот напоминающий шишку сосны, но здесь явно не парный на этом изображении. И на Рождество 24 веке 1642 года он пишет знаменитое письмо своему другу и духовному наставнику, Маре Мариену. Маре Мариену. И поскольку это единственный непарный орган мозга, это, по необходимости, является местом сенсу исполнения, используя выражения Аристотеля, или иными словами, иначе говоря, органом мысли, и так вследствие этого души, поскольку одно не может быть отведено от другого. Ну, долгое время это считалось одной из ошибок Декарта в поиске «Сенсус Каминес». «Сенсус Каминес» перевели на английский как «Hommonsense», и совсем запутали картину. Есть несколько книг, в которых, так сказать, авторы пытаются поднять, что же имел в виду Аристотель, говоря о «Commonsense». Ну, вот я вам здесь показываю двух крупнейших ученых, левятых Нобелевской премии, Крика и Отсена. И, вы знаете, после получения Нобелевской премии, Крик до конца своей жизни, до самой своей смерти, уже в нашем веке, занимался поисками такого органа. И, по его мнению, есть географические произведения, где говорят, что, когда он приходил в себя, умирая от рака, он говорил «Клаустром, Клаустром, Клаустром». Вот здесь мы его видим в неком увеличении. Это такая тонкая прослойка между миохорпексом и гиппокампом, где, вообще говоря, плотность связи белого окна максимально может и человеку. В этом смысле он, конечно, особенный. Вот современные стадии показывают, что там не происходит ни переработки информации, там какая-то проводящая структура от миохорпекса по-видимому гиппокампу. И у человека по сравнению с обезьянами он не увеличен. Но почему-то, он особенно великой вельфиновник, кто не знает почему. Одним словом, поиски эти могут продолжаться. И вот мы неожиданно для себя включили в этот процесс. Некоторое время назад анализировали новый способ изучения мозга с помощью эмофея, когда литератно является не просто каузальные, а ассоциативные связи, но каузальные связи. То есть, это причинно-следственные связи. И вообще-то, например, это очень физические эксперименты, которые заранее строятся после проведения экспериментов. Но в данном случае исследованы связи в состоянии покоя. Покой очень важен в современной мере. Это золотие, как говорится, во время покоя активность целого ряда структуры мозга увеличивается. Это дефолтная система мозга, так называемая, связанная с нашими мыслями, с антроспекцией. То есть, как раз с процессами сознания. Вот строятся для какого-то набора критических структур все возможные модели каузальных взаимодействий. А потом анализируются временные виды фруктуации и болт сигнала, и определяется причина-следственная исследование, какое из этих органов, в каком из этих органах является ведомым, а в каком ведущим. Мы использовали несколько лет назад, я сказал, с первого автора, в один день я лично шагу вот этот подход, для того, чтобы посмотреть, как ведет себя в состоянии покоя гиппокампы, левый и правый гиппокампы. Оказалось, что между ними есть определенные различия. Если правый гиппокамп, он получает информацию от мульти-сенсорных, полисенсорных или интерсенсорных центров, левого повышения и правого повышения, то в случае левого гиппокампа по этим данным есть общение с левыми задними, сенсорным отделом, вот это левая инфероперитальная кора. Мы вот не видим связи от правого повышения, а это означает, что левый гиппокамп, предоставленный самому себе, если не работает правый гиппокамп, он видит то, что есть с правой стороны окружения эгоцентрического пространства. Вот видите, левая и все перетяненные кора, она связана с теми органами чувств, которые слышат и видят справа от вас. Но он должен никак не чувствовать, что происходит слева от вас. Вы знаете, мне, как человеку, получившему эгоцентрологическое образование у Александра Романовича, Лурия, все равно напомнило это синдром игнорирования левой части пространства. Пациент это очень частотный случай, там до 30% всех людей, которые есть травма, особенно в правой части коры, он демонстрирует этот синдром, может быть, непостоянно, иногда он ослабляется, это нужно специально исследовать. Но вот видите, человек кушает, съедает все на правой стороне каилки и оставляет все, что было положено с левой стороны. И, наверное, левца садит теми-мегле. Ну, это не только восприятие внешнего окружения, но и восприятие тела. В последние годы активно, ну, лет 10-15 уже с публикацией, изучается феномен ауто-боли-экспириенс. И он прекрасно моделируется экспиритального здорового людей. Но вот в случае таких клинических случаев, вот данные, которые показывают, что, по сути дела, большинство, то есть, очаг основной таких нарушений сознания, нарушений сознания и схемы тела, тела, и старых немецких акторов, он как раз в нижней территории в темпоральных отделах правого полушария. Ну, чтобы посмотреть на это более внимательно, мы некоторое время назад в публикации 18-го года в Consciousness and Cognition проделывали эти эксперименты с 10-ю различными центрами мозга, которые по Яковлеву относятся к МЕО, к Новой Коре, к Новой Коре, не только к Новой, но и к новейшим областям Новой Коры, вот эти фронты-параллевные, когда потом к Новой Коре и к Толюк-Опексу Амигдалю и вот гиппокампы, это длиннейшая кора мозга. И я здесь покажу вам только часть результатов, но они опять нас наталкивают на предположение о какой-то особой роли правого гиппокампа, видите, белый гиппокамп, это связан с таким, это связан, но он в основном получает информацию о других центрах. А правый гиппокамп это единственная структура, структура древнейшей коры, которая оказывает влияние на древнюю кору и на новейшую кору. Одним словом, мы предполагаем, что, быть может, сенсус камени можно поискать поглубже в древнейшей коре, а именно в правой коре и в правом гиппокампе. И правый гиппокамп не является не симметричным, он, конечно, в некотором анатомическом, графическом смысле симметричен, но его размеры различные, его биохимия отличная от правого гиппокампа. И предположение о том, что гиппокамп связан не только с памятью, но и с пространственной локализацией, ну, очень хорошо известно из работы Нобидевских лауреатов 14-го года Мозоров. Они как раз установили функцию гиппокампа, пространственную функцию гиппокампа, но они исследовали на самом деле ленты единомной коры и обновили там некие механизмы для абсолютной пространственной локализации. А вот те структуры, с которыми работали мы в этих экспериментах, это другие структуры гиппокампа, они, по нему данным, обеспечивают как раз функцию эгоцентрической локализации. И вот совсем такая безумная гипотеза стоит в том, что элементарные формы эгоцентрической локализации, локализации себя, по сути дела, служит в революцию потом основой, ассоциативной основой, для того, чтобы вся информация, относящаяся к себе, имеющая характер реплексии, как-то проходила через право гиппокамп. гиппокамп. Я тут вспоминаю тоже Александра Романовича, который говорил нам, что попытка объяснить организацию работы правого полушария очень сложна. Там все перемешано. Могу сказать только, что пациент с нарушением правого полушария последний узнает о своей болезни. Там явно нарушена функция рефлексии. Следующая проблема, я думаю, что у меня, надеюсь, что у меня еще есть немного времени, да, времени у меня есть и довольно много. Значит, это такая проблема, простите, когнитивной радиоавиации. Я, возможно, скажу, что это кромодное, но ради Бога, целый ведь больше своих частей и первые модели и метафоры как мы делаем в подходе, была компьютерная метафора, если мы смотрим даже и сегодня еще на многие модели памяти, мы видим сенсорные регистры, кратковинные метафоры, долговинные метафоры. Это же схема работы под номиновского компьютера. Другая метафора и другая модель это модель когнитивных модулей швейцарско-офицерского как устроен швейцарский офицерский мод, что есть масса полезных устройств для разных специфических случаев времени. Ну вот Фодор, который предложил эту метафору, модуля очень четко сказал, что, например, нужно повторять просто мнение своего учитель Доховского, что есть среды модулярной организации в речи и в интеллекте. То есть речи и интеллект не должны быть жестко связаны друг с другом. Мы знаем Синдору Улилимсов, где лечевые способности, интеллектуальные способности резко различаются. Дети с синдромом Улилимсов, один лучший, который я вспоминаю, мальчик был лучшим по навыкам чтения в своем классе, но в реальной жизни, например, играя в любимую свою игру футбол, он не различал свои и чужие ворота. То есть явно, что это какие-то большие когнитивные модули. Ну, обсуждая это как-то сфорно, эту концепцию, я и выступая затем в его институте, я взял в качестве эпиграфа парафраз известной книги 1924, нет, простите, другая книга того же автора, что все модули равны, но некоторые модули более равны, чем другие. Вот типичные модули, о которых мы очень много говорим уже несколько десятилетий, это механизмы, которые обеспечивают восприятие, не только взрывные, скажем, в случае, даже говорят, в тактильном восприятии, локализацию и идентификацию объекта, но локализация пространства связана с процессами, с механизмами так называемого борцального потока, они находятся по смыслу этого латинского выражения в направлении спины животных, вверху, может быть, задних и верхних, и всяких может быть, а идентификация этой процесса связана с бендральным потоком, они связаны с нижними отделами ремокера, эта точка зрения была для меня почти очевидной, когда мы обнаружили, что в движении 20 человек есть так называемые амбиентные и фокальные фиксации, амбиентные и фиксации связаны с функцией пространственной локализации, я предположил, что они обеспечиваются структурой дозального потока, так называемые фокальные фиксации, они связаны более продолжительные и там другие окружающие сакады, это процессы связаны с бендральным потоком. Вот несколько лет назад вышла американская статья, статья американских авторов, которые подтвердили наши факты применения движения и глаз, но сказали, что это различие совсем другое, это белое и правое полушарие, в России правое для объемных фиксаций и структуры белого полушария для фиксаций. пара лет назад, это 19-й год, год назад эта публикация в нашем замечательном журнале из Нижнего Новгорода СТМ мы обладали статью, где эти гипотезы были проверены от того, что они правы, что объемные фиксации это верхние части мозга, это дозальный поток, но преимущественно с правой стороны, простите, локализация это правосторонняя задача, а идентификация, потальная фиксация, это нижние участки но преимущественно с левой стороны левого повышения, ну еще и церебелом мозжечок направлен с правой стороны, в данном случае но мозжечок и но короток связан к рослых короннерам связан, так что это подтверждает общую гипотезу, я на методике останавливался, это был эксперимент со сверх быстрым сканированием, субсенсорным диапазоном и также использовался парадит мокадр, fixation based и рентг related fed ну должен сказать, что то, что я сейчас вам рассказал об исследовании локализации идентификации это задние части мозга применческие, но есть именно модули равны, но некоторые модули более равны передние мозги, перефронтальные участки мозга, то они важны вот пронтополярные области, это десятое поле, слева и справа подробно, и это надеюсь, здесь это будет видно, вот одна из задач, связанных с изучением мозговых структур, связанных с особым характером работы мозга билингов, по сравнению с монолинговами, у билингов особенно плотные связи, которые находятся в правой фронтополярной области, это как раз то, что описывал Яковлев, как Яковлев Толь, как Яковлев СПИЛ. И эта область определяет тот интересный факт, что, допустим, нерагеризативные заболевания, они возникают у билингов примерно на пять лет позже, чем у монолингов и прочих равных условий. Я должен сказать, что имеются даже данные, которые на молекулярном уровне показывают, что есть вообще это поразительно потому что с левой стороны есть определенные особенности правого по сравнению с левым фронтоповерных властей здесь показано количество экспрессий традиционных генов белок кодирующих генов МНК в левом правом полушарии видите что в правых областях Бродман 10 правые их примерно в два раза больше чем в левом или что касается антологии генных антологий мы видим что справа гораздо больше биологических функций связаны с экспрессирующимися генами или вот маркера нейрональной пластичности изнаменитый сифроз который видит как аношен вот видите тоже в правом полушарии колоссальное превышение этих маркеров по сравнению с левым полушарием и они же наблюдаются потом в гипокопальной области то есть связь анатомическая которая прослеженная была яковлевым они здесь подтверждаются на молекулярном уровне но то же самое можно сказать даже о микро-РНК вот имеются данные они не так давно были получены я повлекаю в 19-м году согласно которым опять мы видим превышение экспрессии микро-РНК правой строк по сравнению с левой вот учитывая эти данные я осмелюсь предложить вам теорию темпом до логеризации функции левом и правом полушарии но если не нужно предположить что уровни которые описывала Брекочной в своей работе 1947 года имеют под собой какую-то основу, это несомненно так, и что мы можем расширить их на когнитивные функции и на высшие отделы возраста, то все архивы могли выглядеть таким образом. Сначала у нас есть уровень А, С, это уровень полиотенетических регуляций, уровень С, потом уровень пространственного поля, связанного с локализацией. Там мы видим, что он тяготеет к травмам по душаме. Затем уровень иблигификации по Беннштейну предметного действия и уже за пределами теории Беннштейна по-видимому конструктивные структуры и язык, это прежде всего левое в душаме. Но метокогнитивные координации, связанные с рефлексией, это, возможно, снова правые участки фронтополярных областей. Ну, в качестве рабочей гипотезы, я думаю, можно высказать это предположение. Так, последний раздел, он связан с нейросемантикой нарратива. Это то, чем мы занимаемся последние четыре года в рамках проекта Российского научного фонда. с большим количеством сотрудников в проекте возглавляется Вера Ивановна Заботкина, с Российским государственным коммунитарным университетом, но участвует еще и Курчатовский институт, участвует и наша группа. Я тут, прежде всего, хочу упомянуть одно высказывание, которое я слышал много раз от людей, я любил повторять Хаба, что соглашение ЦЛС нужно расшифровывать как концептуальное, не просто как центральное нервное системы, а как концептуальное нервное системы. Значения этого утверждения у меня было, честно говоря, долго и непонятно, я понял, это только несколько месяцев назад, возможно. Ну, такие нейрофизиологические особенности семантики известны, но они обычно связаны с какими-то отдельными клиническими случаями, и вот впервые попытался описать распределение понятий и консультальной организации мозга в целом Александр Худ из университета Беркли, он сейчас в Техасе, и это публикация 16-го года, которая вот так вот стоит особо не помню, она ни разу не была в упоминании такими, потому что это было связано с очень сложными вычислениями. Вот я вам скажу картинки, которые приводят Худ и коллеги в своей работе, вы видите, как понятие разного типа возможно распределение, но в данном случае по поверхности второго на этот счет мы с Худ как-то выяснили, а что же на самом деле оказывается, на самом деле это, конечно, трехмерная должна быть картина, например, в той же гиппокампальной области, пара гиппокампе, пара гиппокампе есть множество боксерей, которые активируются в синагической информации, но Худ и коллеги представили свои данные на вот такой условной древней поверхности карты, но здесь вы видите, есть некоторые, может быть, различия между левым и правым полушариями, но сам, как интересно, нет явного преимущества левого полушария, и, возможно, вот эти вот синагическая информация связана как-то с дефолтной системой мозга, но которая не только на корректе существует, но и на приеме таких древних специальных культур. Ну, вот в течение четырех лет мы пытались продвинуться в этом направлении, я, вы знаете, я вам скажу следующее, что мне эта перспектива напоминала один случай из моей жизни, я должен был попасть в Луков на встрече какой-то конференции и решил срезать себе дорогу и пойти через горы и попал в местность, которая, как я позже узнал, Паса Дьявола, там был такой туман, что я вынужден был останавливать машину и, держась левой рукой за коход, ощупывая дорогу вперед. Это скала, или можно тропить, или можно пророкить 40 сантиметров. Вот примерно так мы двигались в этой работе. Это первые три года, это фактически долевые результат. И после того, как я, простите, сам написал пять маленьких рассказов из своей жизни, достаточно по-общему сценарию, нарастание этой угрозы и последующие разрешения, в общем, нет, безоценники грамматизма, и мы предъявили эти рассказы нашим эспитозам, были получены потом результаты, о которых я вам скажу. Это публикация гетерогрессии нейросемантик The case of The case of the industrialist content. Именно об этой работе, об основном ее я хочу сейчас вам быстро рассказать. Время идет к концу. Здесь некие технические детали, 25 испытуемых, но мы не стали избирать, потому что некоторых испытуемых студентов, они вообще думают о чем-то другом, скажем, активно смотрят и не так и с интенсивно с этими рассказами. Были все наиболее увлеченные к испытуемых. Это 23 года, из 5 женщин. Мы предложили 5 историй одного и того же автора. Всего 1500 слов. Они были записаны профессиональным вектором. Приявлены на слух в МРТ сканерах. Это был трехсловый сканер Курчатовского института. Каждое слово было формировано, записано как 997 нервный вектор, примерно как это делал ИХУД. Которые соответствовали 997 самым частотным прилагателям, простите, собственно, и для родного русского языка. Но существуют определенные технические следствия геминистические, которые позволяют это делать. И здесь все время было разбито на 490 эпох временных, и таким образом было проведено влияние этого потока акустического осмысленного и имеющего некое содержание информации на все отдельно взятые морги. Ну, их порядка 900 тысяч, в данном случае чуть больше 100 тысяч в оксиде было сходирование осуществлялось довольно быстро, порядка секунды уходило за один скан. И поскольку функция ответа мозга она нелемейная, это делось именно каждому слову 2, 4, 6, 8, 4 раза секунды спустя. Ну, поскольку вы представляете, какие матрицы данных получается в результате такого эксперимента нужно было уменьшить как-то разверну, развить верность, был приведен метод главных компонентов, 4 главных его измерения наиболее, с наибольшими висами, были использованы для, как пространства, для проецирования всех слов этих 5-ти рассказов. А затем это повторялось тысячу раз, вычислили в эксперименте, и было выделено 163 ключевых слова, которые были подверганы к кластеризации автоматически. Вот до этого момента все напоминало езду по Сыльямбургу. Но когда кластерозанализ был проведен, то 7 из питомов и языков было обнаружено, что материал разбился на 12 довольно осмысленных кластеров и по многим секторам в следующем образе. Телестойка, то есть город, город, да, в следующем образом, какое-то событие, какая-то пространственная следа, какая-то угроза, значит, конфликт, депривация, какие-то решения. Вот очень интересный восьмой кластер, я его, ну, как автор назвал в экспириенции, да, или в русском языке, опыт, внутренний опыт. Все слова, имеющие ментальный оттенок, они были сделаны именно здесь. Значит, другой следующий кластер, есть кластеры волн, средства, позиции, некий перептик, порядок и некая попытка. Вы знаете, вот эти 12 кластеров живо напомнили нам систему маратемов, КРОПа, которые используются для конструирования волшебных сказок русских, и не только русских. блоков, и вот из этих блоков, ну, были слова, несколько, там, десяток, куда-то, два десятка, которые были слишком далеко от цифров кластеров, вот этих вот кластеров. но я сейчас думаю, что даже вот эти 12 кластеров, их использование возможно для того, чтобы, как скажут, изменицировать семантику различных понятий. Можно использовать в качестве инструмента деконструирования различных драматических историй, автодиографических историй жизни. Ну, для того, чтобы проверить стабильность получившего рубили, мы провели еще, я должен сказать, что я говорю здесь от первого лица, но на самом деле здесь большое количество авторов использовалось временем, которые проводили этот эксперт. Оказалось, что вот Людмила Яковлевна Зайдерман, да, одна из сотрудниц Курчатовского института, было показано, что при этом кластеры остаются относительно устойчивыми, но должен сказать, что кластер экспириенс, мельчайный кластер, разбился на два кластера, и потом это разбиение не менялось. Один из них, один из этих кластеров монозалятор, и оказалось, я просто с большой неожиданностью увидел себя в какой-то портрет, вот свой портрет в этом разбиении, Лауц, составание жизни, знания, исследования, материал, мир, научный, мир, психолог, одновременно, постоянная работа. Ну, это все жило, конечно, напоминает другого классика российской литеральной такой литературных исследований, Нижелая Бахтина, и российской норатологии, который разработал теорию диалога воображения, основы для понимания сложного романа. Мне сказали, чтобы диалог нужно иметь, по крайней мере, двух людей, вот один из таких, по-бахтина, является автором литературного произведения. У меня большой неожиданностью было, оказывается, что при заслушании понимания, ангажированном понимании этих петли рассказов, авторы смогли построить модель создания установок жизненных установок самого автора, более полной, более точной, чем это было в каждом отдельно взятом из пяти этих рассказов. Таким образом, идея, ранняя идея русской литературной традиции без сомнения не очень важна, значительна для сегодняшних и завершенных исследований. И я надеюсь, что в последующих лекциях и докладах и даже постерах, безсомненно, все эти перспективы получат свое дальнейшее развитие. И таким образом это будет очень важный конгресс в истории нашей внешнесопреданной науки. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Борис Митрофанович, за интересный доклад. Значит, вопрос был такой. Борис Митрофанович, спасибо большое за интересный доклад. Скажите, пожалуйста, верите ли вы в теоретическую возможность создания так называемого, в скобах написано сильного, искусственного интеллекта, с учетом того, что нам пока в естественном многое не до конца понятно. Если да, то что может стать триггером этого, какое направление исследования здесь является наиболее перспективным? Если нет, то почему? Ну и спасибо. Это замечательный вопрос. Вы знаете, я просто должен сказать, что я не очень верю в то, что есть вот работы, посвященные исследования, вот переду скобинтив сайенс, есть аффектив сайенс, может быть, вы знаете, фундаментальные труды в этой области, и там нет, собственно, вот, системы скобинтивной мотивации, они, по-видимому, являются производными системы, так сказать, не интереса к чему-то новому, да, сикинг по-английски и системы игры, вот, на мой взгляд, ну, так точно не прописывается, и я упоминал фронтополярные области, как наиболее новой области системы мозга в целом, филогенезия, я должен сказать, что их, как бы, когнитивная функция бесконечно не очень понятна, потому что, ну, они отвечают за мультитаскинг, понимаете, но при их нарушении интеллект, в общем, не страдает, то есть, вот, я бы предложил все-таки рассматривать, насколько это возможно, так сказать, картину в целом, и понимать, что есть системы деятельности, и когнитивная активность, это одна из них, и не самая ранее возможная, поэтому вот эти вот планы построения как бы сильного, или, так сказать, достаточно сильного интеллекта, мне кажется, немного умозлительным, я вспоминаю вот работы, думаю, так сказать, с объектом европейских таких мегапроектов, и они не очень хорошо, так сказать, развиваются дальше, несмотря на гигантские средства, поэтому я предложил все-таки в духе мегапроектов, понимаете, можно это сказать, прежде всего рассматривать систему деятельности, которая реализуется мозгом, и когнитивная активность, это не одна из лишь одна из систем деятельности, вот скажем, направленная сознательная когнитивная активность, интеллект, в реальный случай поступает имплицитному интеллекту, например, для того, чтобы освоить новый язык, мне кажется, нужно просто пожать соединениями, какие-то конфеты и очень попытки произвольно запомнить какие-то слова нового языка не очень успешные, сложные формы обучения, это прежде всего имплицитное обучение. Если я ответил на наш вопрос, он там был, этот вопрос слишком сложный, что я уверен, что эта задача будет решаться в эволюционном аспекте, все-таки и мозг человека и прегментивные задачи многие, как мы видим, они явно обнаружат следы обычной герархиологической, я скажу герархиологической, парадой решения, потому что это более пластичная система, чем организация большинства герархических известных нам герархиологических учреждений. Спасибо большое, Борис Митрофанович. Татьяна Владимировна, у вас вопрос, у вас, поскольку можете говорить, задайте, пожалуйста. Да, Борис, добрый день, тут много очень интересных вещей, ты затронул, но вот два направления, одно связано с вашей статьей с Велиховым и с Ликторским, а второе, из тех, которые я выбрала, а второе, те, что с Заботкиной и что ты сводишь, ну не сводишь, но ассоциируешь с Пропом и с Бахтиным. Вот в связи с этим у меня вопрос вот какой. Просто как ты сейчас смотришь на это? Вот в те времена, когда еще была эта мода на правое и левое полушарии, ну и я тогда с Балоновым, с Деглиным, как известно, работала, и когда с Перри и компания получили Нобелевскую премию, тогда казалось, ну я сейчас в кавычки беру, что вот есть такие два модуля, я повторяю, в кавычках, что вот есть некий правый мозг, есть некий левый мозг, и туда сводилась куча, ну просто бесконечное количество списков всяких особенностей, которые подтверждались и медицинской практикой, то есть клиническими данными. Вот все эти полтарелки, там дезориентация в пространстве и так далее. Все это было понятно. Вот что мы теперь видим? Мы теперь видим, что это вовсе не сводится к полушариям, как к полушариям, а это идет гораздо глубже, что почему-то играет роль правая и левая стороны, вот почему-то там стороны эти есть. Но это вовсе не только кора, и вот это очень интересные ваши работы, вот с правым гиппокампом и так далее. Вот как сейчас, видишь, что получается, что с одной стороны вроде модули из моды вышли и пошли сети-сети, а с другой стороны сети-то сетями, а все-таки есть и модули. Вот в таком вот смысле. Только они вовсе не лежат в Новой Корее и так далее. они где-то везде. Вы знаете, уже Фодор, на самом деле, Фодор, конечно, Фодор. Да, в 85-го года перед зданием он признавал, что есть не только модульные формы организации, он говорил о трех элементах архитектуры модули. Есть, так сказать, нестрадящие пути, где все жестко определено. Между прочим, Фодоровская... Ну, секунду, если позже отлично 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 мы знаем долго лет 40 или 50. Не говори, не говори это слово сколько лет. значит, есть продюсеры, так их называют, Фодор, есть модулярные системы, которые можно изучать научно, а есть визотропные центральные системы, пишут, и там никакая наука невозможна. Понимаете? Я вот не успел вам показать, что потом не показывать, это вот как эти самые кластеры, у нас есть кластеры, да, базовые, распределяются по мозгу, и видите, здесь в одном там полушарии, да, слева 480, допустим, конфликт, да, его, активируются, 467 кластеров активируются, это что, левое и правое полушария, да, ничего не подобного, это просто не модулярная система, которая чуть-чуть склоняется в левую сторону, да, в данном случае, а вот у нас экспириенс, здесь, ну, 489, 493, это объявленные воксеры, ну, а здесь, ну, все-таки невозможно, 4, это 1% всех вокселей, вроде бы, скорее, справа, это, конечно, не натурализация в традиционном смысле слова, а-ля спея, это может быть, фонар, да, а вот, так сказать, демодулярная система, но он, к сожалению, эти затохные системы, он их совершенно не описал, он признался, что все его знания о нейрофизиологии, они, по чему-то, в сайте дикамерикам, в одном номере, понимаете, он да, но это что-то особое, а вот смотрите, что происходит с, если мы разбиваем кластер экспириенс, ментальный, единственный ментальный кластер на две части, там получается кластер автора и кластер что-то вроде ресурсов, можно так его назвать, вот смотрите, вот это традиционное разбиение, ну, 403, 407, а в другом случае 474, нет, 300, а вот это другое предложение Ушакова, я не очень с ним согласен, но здесь это видно чуть лучше, вот смотрите, два кластера, авторы и ресурсы, и вот кластер ресурсы выглядели более четко, 104 кластеры, это, простите, в окселе, которые уникальны геодального кластера, уникальны, они больше нигде не встречаются, да, здорово, 114 и 122 уже 49 58%, различий достаточно, чтобы выбрать американского президента следующего, правильно, это немножко лучше, а вот различия для ресурсов, да никакого различия вообще, то есть это размаянная система, скажу следующее, мы учили и люди светлые на память, он был довольно критичен по отношению к многим классикам высшем нервной деятельности, и говорил по этому поводу, величие этого человека можно оценить тем количеством лет, на которые он задержал развитие науки, но ее вторая сигнальная система, как она была изложена сегодня в предыдущем докладе, мне очень нравится, может быть, так ведет себя вторая сигнальная система, она берет мозг в целом, и гиппокам берет, и церебелом, и, ну, берет и височные доли, в которых по клиническим данным должна была быть семантика, но не улучшается перед перефонтальными областями, берет мозг в целом, и там есть по отношению к традиционным, к обычным семантическим классным концептам, все-таки клиент в левую сторону, это же из языка все берется, оно, по-моему, это не сверхгошь, как вы знаете, но в отношении инвентарных, в отношении инвентарных, это что-то новое в эволюции человека, и там больше используется, чуть-чуть больше, правое повышение, вот это моя не очень строгая точка беременна. да, на это еще накладываются знаки эмоций, потому что мы знаем, что положительные и отрицательные эмоции, они тоже по сторонам разбиваются, если очень грубо говорить. Ну, вот если вы позволите мне вернуться еще назад, вот к даже эпирическим данным по sensus минус, простите, это я вам должен показать этот именитет, нет, еще раньше, а, вот эти вот данные, видите, вот причины следственные отношения в могу человека, мы сейчас, я вам говорил про правую гиппокампу, да, и про перифронтальные области, тронтополярные области, но видите, сам максимальный активность, это вентролатеральный и префронтальный кортек справа, то это же система эмоций, система аффекта, нет, и вентральный, и вентральный и префронтальный области, то есть они вообще говоря, определяющие максимальное количество следов, выдается именно им, ну, правда, интересно все-таки в таком асиментичном варианте, это есть большое количество данных, которые подтверждают по поводу вентролатеральной и префронтальной коры. Это по-видимому, но трудно так вот прямо говорить, но это самое важное, это уже более важное, чем право гипоткарм. Спасибо большое. Спасибо вам. Коллеги, извините, мы так уже немножко задержались, но по сторону сессии зашли, поэтому у меня просто один вопрос, который я озвучу, и который мне кажется важным, только, Борисович, кратко, если можно, ответьте. А вы просто спросите. Да, профессор Еремеев спрашивает, ну, во-первых, благодарит вас за доклад, и спрашивает, какие направления когнитивных исследований мы могли бы выделить как наиболее перспективных в контексте создания искусственного интеллекта. Вот, что бы взять из когнитивных исследований и перенести бы в практику, как говорит, создатель... Я бы советовал экспертом по искусственному интеллекту что-то сделать с вопросно-ответной системой Сбербанка. Это был бы самый большой вклад практический и научный, потому что общаться со Сбербанком совершенно невозможно стало. Это очень сложно. Но я думаю, что касается перспективных направлений, ну вот я выделил четыре, поскольку имел какое-то к ним отношение. Наверняка есть другие. Но мне кажется, что это все-таки достатчик... Коммуникация, понимаете, что может быть важнее для человека? Техническая коммуникация. Мы видим, как это важно сегодня. А началась все во время Второй мировой войны. Да? Вот, так сказать, Бронбельт об этом говорил. Ну, солнце скалинется. Да. Важен для Нобелевских леуретов, что не важен для нас, был важен для Аристофеля, был важен вопрос для Декарта. Все, нам это неинтересно, это центральный вопрос. И так далее. Я думаю, что вот нужны вот эти реальные проблемы, которые может быть какие-то другие, брать за нога и решать. Спасибо. Спасибо вам, что вы организовали такой интересный конгресс, Владимир Владимирович. Ну, вот все организовали, спасибо. Да, ну, мы все довольны, я тоже очень не доволен. Ну, спасибо, большое, до свидания. До свидания.